Функциональному многоборью или кроссфиту недавно присвоили звание официального вида спорта в России. И вот первые состязания. 23 февраля в Сыктывкарском спортивном зале Stratec Athletics пройдет региональный этап всероссийских соревнований по функциональному многоборью. Что включают в себя соревнования и кто может претендовать на победу, узнаем у организатора турнира Вячеслава Лопарева. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте напомним телезрителям, либо объясним, что такое все-таки кроссфит. Ну, проще будет сказать, наверное, что кроссфит включает в себя упражнения из разных видов спорта. Это может быть легкая атлетика, может быть тяжелая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг. И также состязания включают в себя проверку, обычно проверка силы, проверка выносливости, скоростно-силовых показателей и так далее. То есть такая спортивная солянка. Давайте все-таки о турнире поговорим. Кто может поучаствовать и что нужно для этого сделать? Для участия мы принимаем заявки возраст от 16, то есть это будет категория юниоров, как девушки, так и ребята, и до 45 лет. Любой человек может принять участие. А почему верхняя граница 45? После 45 уже нет выносливости или силы? Ну, это установка, скажем так, федерации на данном этапе временном, скажем, да, в будущем возможно что-то изменится. Каждый участник будет состязаться со своей весовой, а также с возрастной категорией. То есть предварительно, когда подает заявку участника, вы перепроверяете как-то? Или вот я, например, совершенно не имеющую отношение к расфиту могу написать, но просто плохо выступлю и все? У нас в группе участник, когда подает заявку, указывает свой вес, свой возраст, фамилию и отчество и небольшую анкетку, в общем, заполняет. Вот, и по результатам этой анкеты мы их заносим в участники и, соответственно, ждем. А в анкете, интересно, что? Сколько раз я могу отжаться? Нет, анкетка, она вот как раз коротенькая. Фамилия и отчество, рост, вес, возраст. Остальные все показатели уже, соответственно, на турнире будут. Да. Кто-то уже подал заявку? Да, на данный момент около 15 человек подали заявку, но мы ожидаем в районе 50-60 человек. Это только республика или запретен? Будут участники из Ухты, 100%, потому что там очень активно развивается кроссфит также. Будут участники из Циктовкара и, возможно, приедут из других городов для участия также. Почему из других городов? Там у них не проводятся соревнования? Соревнования проводятся. Единственное, что, возможно, в Центральной России немножко конкуренция положащая и, соответственно, они приезжают к нам, чтобы... Чтобы схитрить. Что с победителем будет? Тройка призеров поедет на полуфинал в Санкт-Петербург, а оттуда уже в Москву на финальное состязание, которое проходит летом. Кроме того, насколько я понимаю, участие в турнире и победа в турнире дает спортивные звания, правильно? Да, все верно. У нас на оригинальном этапе можно получить до первого взрослого разряда. В Санкт-Петербурге это кандидат в мастера спорта, а в Москве это мастер спорта России по функциональному многоборью. Классический литературный вопрос. Кто судьи? Судьи, нами обученные люди с разрешением Федерации функционального многоборья. Они будут очень квалифицированными. Мы, скажем, об этом позаботимся очень сильно. Поэтому как-то так. Вячеслав, спасибо. Желаем вам побольше спортивных участников. И 23-го, я так понимаю, что и зрителей тоже зал ждет, чтобы болеть за спортсменов. Да, все верно. Зрителей мы ожидаем довольно много. Это очень захватывающее зрелище. Зрелище смотреть на ребят, которые одновременно соревнуются друг с другом и в то же время работают на результат. То есть, я так понимаю, прям целый поток такой был. Я тоже хотел бы всех пригласить на это мероприятие, посмотреть и активно поболеть за своих, можно сказать. Спасибо.